Сегодня мы попытаемся вручить статуэтку нашему владельцу этой статуэтки, Богдану Буткевичу. Здесь его офис, вернее офис украинского тыжня. Попрошу оператора показать нецензурный ругань и так далее, и так далее. Обвинение нашего движения в том, что мы работаем на некого агрессора. Гражданин Богдан Буткевич на волне майдановского тренда, естественно, дал некое интервью. Есть определенная категория людей, которых нужно просто убить. Мы, конечно же, приглашали через украинский тиждень гражданина Буткевича на вручение премии, но он, видимо, занят был, не пришел. Вот эта статуэтка достается гражданину Буткевичу, чем его можно и поставить. Я думаю, что все-таки при встрече, надеюсь на то, что он проявит уважение, ну и с пониманием отнесется к своей премии. Добрый день, мы в редакции «Украинский тиждень». Как вас представишь? Представитель правосоюза у Дмитрия Наревича. Тут пришли представители правосоюза до вас. Ну, они только с камерой снимают. Зачекайте сейчас. Вот документы, которые подтверждают, что я уполномочен от лица профсоюзов вручить гражданину Богдану Буткевичу премию имени Дебельса. Так, выключить камеру, я еще раз скажу. Чего? Я что, вам дозволю снимать? Я его снимаю, а не вас. Ну так, будь ласка, извините. Хорошо. Все, ну побачивай. Извините, извините. Я сказал, ну побачивай. Так, а вы могли бы хотя бы позвать Буткевича и так далее? Ваши документы. Я их показывал только что. Все? Не документы, это какая-то фигня. Все, копия. Только что показывал охране свой паспорт. Паспорт не есть журналистским посвященным. Выключи камеру шестер. Можете, будь ласка, забезпечить его здесь и вывезти с камеры? Забезпечьте, пожалуйста, порядок. Так, это неведомо, кто, что. Это фильки на грамоте, какой-то ксероскоп. Почему фильки на грамоте? Я, будь ласка, прошу вас. Это вот оригиналы документов. Оригиналы документов есть на нашем официальном сайте. Вы на какие-то представления вы пришли снимать в нашу редакцию? По-другому, что это профспилка сферы компьютерных и информационных технологий? Вы уже смеетесь. Нет, мы не смеемся. В этом профсоюзе стоят многие тысячи людей. Вы отработаете чужие гранты и пытаетесь мне что-то сейчас рассказывать, что вы представляете тысячи людей. Кого вы представляете? Представляете медиа? Назвите, какие медиа в Украине вы представляете? Мы не представляем масс-медиа. Мы представляем народное движение. Якое? Народное. Народное? Який народ в своем движении? Якие организации до него належат? На нашем официальном сайте есть перечень профсоюзов, которые... На вашем официальном сайте есть одна фигня про Богдана Будкевича и все. Ваша медиа иллюстрация и все. Ни який народ вы не представляете. Смотрите. Дело в том, что... Вы занимаетесь професійно провокациями. И сейчас намагаетесь мне расчесать, что вы представляете какой-то народ. Розумеете, кого вы представляете? Мы не занимаемся провокациями. Вы занимаетесь вот этой вот фигней, которую... Я там уже много нашла. Да. Вы можете вот девчат снять, если вам интересно. Мы не занимаемся провокациями. Я лишь озвучиваю мнение сотен тысяч людей, которые стоят за мной в профсоюзе. Это месседжи людей, которые вам выдают вот эти вот фигни грамоты. То есть вы считаете, что... Я не бажаю с вами говорить, что вы занимаетесь провокацией. Вы считаете, что люди, которые состоят в наших профсоюзах, они для нас ничего не значат? В армии служили кого-нибудь? Команду кругом, знаете? Дело в том, что вы мне не имеете права приказывать, потому что я свободный гражданин в свободной стране. Будь ласка, займайтесь свободной деятельностью, которым дозволяется. Вы как главный редактор украинского, вы как главный редактор... Мне никто не разрешает. Я чем хочу, тем и занимаюсь. Вот и чудово. Вот. Давайте нормально поговорим. Так зачем? Вы пришли с камерой и снимаете. У вас нет журналистского посвящения? Так это что, плохо, что ли? Так я не журналист, я правозащитник. Вы представляете, черт знает что. Как это черт знает что? То есть вы считаете, что профсоюзы, но черт знает что или как? Про профсоюз что? Профсоюз журналистов? Тут написано. Доброе. Какие IT-компании представлены в вашем профсоюзе? В нашем профсоюзе представлены все сотрудники, которые работают в этих сферах? В каких? В каких компаниях? Здесь конкретно написано. Давайте поднимемся. Вы можете позвонить директору профсоюзов, начальнику. Меня не цікавит. И он вам детально все расскажет. Тут не сгадано żadной IT-компании. Я бачу вашего листа. Вы запрошивали людину без зазначения даты на какие-то церемонии, нагороджения и так далее. Это все ваша деятельность? Мы рассылали анонс всем с датой, со всеми делами и так далее. Окей. Хотел просто... Да проводьте свои церемонии. Нет ли здесь криминального, что вот я человеку, то, что ему вручили... Не я лично это вручал. Я. Я не бачу. Я не бачу, что... Это его собственность. Я могу его передать? Не, не может. Почему? Ну, потому что его зараз не маю на месте. Хорошо. А вы можете передать? Так а почему такая агрессивная? Ну, потому что... Мы же не занимаемся ничем противозаконным. Потому что вы занимаетесь провокацией. Где провокация? Оця вот хрень, это и есть провокация. Я не имею часу больше с вами говорить. Можете приезжать сюда щодня. Ни каких вручень на территории нашей редакции не будет. Это я готов и забезпечить. И передавать вот тоже. И передавать я ничего не буду. У вас шея дома не забезпечен. В действительности оказалось очень тяжело найти журналиста на территории его редакции в рабочее время. Что ж, посмотрим, где его можно еще найти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова